В Екатеринбурге суд в третий раз вынес приговор трём полицейским, признав их виновными в изнасиловании секс-работницы. Минутное удовольствие стоило трём бывшим стражам порядка трёх лет судебных разборок и будет стоить ещё нескольких лет лишения свободы. От пяти до шести лет, в зависимости от роли каждого. Преступление, вменяемое Андрею Бессарабову, Вадиму Мустафину и Вячеславу Тропинину, было совершено в августе 2019 года, в ночь после последнего доковидного дня города. Будучи сотрудниками полка патрульно-постовой службы Екатеринбурга, полицейские патрулировали улицы и в районе одной из круглосуточных саун решили проверить документы у водителя и пассажирки автомобиля, припаркованного возле этой сауны. Полицейские догадывались о характере занятий этой девушки и её водителя, а когда выяснилось, что жрица любви гражданка Казахстана имеет просроченные миграционные документы, пересадили её в свой УАЗик и повезли в райотдел для оформления. В машине с задержанной у них состоялся разговор, по версии осуждённых и инициированной самой девушкой, которая якобы предложила им отпустить её в обмен на демонстрацию её профессионального мастерства. По версии потерпевшей, такое предложение сделали сами полицейские. До райотдела в ту ночь девушку так и не довезли, завершив общение с ней в гаражах на улице Чайковского. А спустя сутки потерпевшие и её работодатели обратились в службу собственной безопасности ГУМВД по Свердловской области с заявлением на трёх ППСников. Первый суд признал всех трёх виновными в групповом изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении лица, заведомо находящегося в зависимом положении от насильников. Однако, впоследствии адвокатам удалось добиться повторного рассмотрения этого дела в связи с рядом всплывших обстоятельств. Во-первых, выяснилось, что свидетели потерпевшей сами являются фигурантами уголовного расследования по банде сутенёров. Во-вторых, одна из секс-работниц, трудившаяся вместе с потерпевшей, сообщила, что имел место намеренный оговор полицейских, мешавших работе банды. То есть было и задержание казашки, и договор с нею, и покидание маршрута патрулирования на полчаса, но всё по обоюдному согласию и без насилия. Тогда, во второй раз, суд полицейских полностью оправдал за отсутствие состава преступления. Но следствие такой исход не устроил, и приговор вновь был обжалован. И теперь бывшие ППСники вновь признаны насильниками и получили пять, пять с половиной и шесть лет колонии общего режима. Нетрудно догадаться, что адвокаты осуждённых уже заявили, что обжалуют и этот приговор. Кстати, похожая ситуация произошла и с начальством этих полицейских. Сразу после выявления этого проступка 17 должностных лиц Екатеринбургского гарнизона полиции понесли наказание различной строгости за недогляд за подчинёнными. Трое были уволены со службы, трое переведены на ниже стоящие должности, восемь офицеров получили предупреждение о неполном служебном соответствии. Однако, часть из наказанных смогли в суде опротестовать эти решения и вернуться на службу.